Добрый вечер. В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Лебедовича. Депутаты в осаде Верховную Раду пытались штурмовать шахтеры и афганцы. Чем закончилось противостояние с силовиками? В Звездные войны Трамп распорядился создать в США космические войска. От кого будут защищать? Под откос в Днепре перевернулся поезд. Кто-то сдал крепление рельсов на металл. Почему правоохранители бессильны? Операция монетизация. В Черкассах льготникам предлагают по 60 гривен в месяц вместо бесплатного проезда. Как ответили чиновникам? Стычки возле Верховной Рады. С самого утра все подъезды к улице Грушевского были перекрыты. У стен парламента собрался многотысячный митинг. Кто пришел? Чего требовали? И как все закончилось узнаем от Юлии Жешко. Пока в сессионном зале парламента голосовали, у его стен собрался многотысячный митинг. Среди них бывшие военные и пенсионеры. Они пришли требовать возврата субсидий, перерасчета пенсий и выплаты долгов по зарплате. Мы требуем, чтобы отстали, не трогали ветеранов войны абсолютно. Постоянно урезаются льготы. Постоянно у них там в голове война только у этих идиотов. Войну никто прекращать не хочет. И ущемят народ. Выплаты, конечно, задолженности. Передо мной около 18 тысяч. У нас она уже составляет за два месяца, эта задолженность. Плюс поднятие тарифных ставок тоже, повышение заработной платы, потому что цены растут, коммуналка растет, все растет. А зарплата у нас остается на одном и том же уровне. Шахтеры и афганцы не могут выжить в собственной стране. С таких лозунгов начался мирный протест под Верховной Радой. А вот закончился он, не поверите, стенка на стенку. Вот так можно было описать события, которые здесь происходили. Нардепы проигнорировали требования митингующих. После этого на улице начались столкновения. Досталось и правоохранителям, и митингующим. Протестующие бросали в сторону Рады бутылки, палки и дымовые шашки. А силовики отвечали дубинками. Люди уверяют, борются за кровно заработанные. Одним только шахтерам государство должно около миллиарда гривен. 750 миллионов гривен. И они не выдержали, сегодня прибыли в Киев, чтобы сказать, что они не согласны с такой политикой. Возможно, последний крик о помощи, почему люди сюда приедут. Это все спонтанно, никто их не организовал. И поэтому нам пришлось подтягиваться, чтобы поддержать их. А как жить? Я на пенсии, я військовая людина, я всю жизнь в армии прослужил. У меня пенсии 1600 гривен были, сейчас добавили 3200. Я могу платить за газ, за свет, вот это все. И еще льготы хотят у меня отобрать. Если льготы отберут, тогда что мне? И ты посадку дрова пылять, а посадку гоняют. Среди митингующих были и нардепы. Лидер СПУ Сергей Каплин заявил, что можно вернуть субсидии, погасить долги по зарплате и пересчитать пенсии. Деньги на это в госбюджете есть. Мы выдвинем ультиматум. Жесткий, четкий ультиматум. Мы перегроем все дороги в этой стране. Мы создадим 5 региональных штабов. Мы добьемся, что страна вернется простым обычным людям. И перестанет быть собственностью барых, перестанет быть собственностью олигархов, перестанет быть собственностью тех, кто считает себя хозяевами жизни и плюют. 2-го, 3-го, а в кабине 4-го, 5-го этажа на простых людей. Нам всем абсолютно понятно, что деньги для простых людей есть. Потому что есть премии для руководства нефтегаза. Потому что есть премии и невероятно высокие зарплаты для министра социальной политики, вице-премьеров. Спустя несколько часов конфликт утих. На место прибыли еще с десяток патрулей полиции. Услышит ли власть требования украинцев, вопрос остается открытым. Но вот исход сегодняшних событий уже известен. Есть жертвы. Юлия Жишко и Сергей Ведмиц. Подробности. Телеканал Интер. После столкновения возле Верховной Рады за медицинской помощью обратились 8 правоохранителей, а также трое участников протеста. По словам начальника киевской полиции Андрея Крищенко, двоих митингующих доставили в отделение. Крищенко добавил, что второй задержанный, цитирую, дергал полицейских за снаряжение и пытался вытащить оружие. На площади приблизно тысяча митингувальников. В ходе сутичок, которые несколько годин тому произошли, одного было затримано, в теперешний час он находится в районном управлении. Его будет затримано уже слідчим. Это нанесение телесных ушкоджений працівнику полиции. Кроме того, был проведен тест, в него состояние алкогольного спьянения. А народные избранники наблюдали за митингом из окон кулуаров, вооружившись дополнительной охраной и заблокировав входы и выходы. Тем не менее, на повестку дня события на улице особо не повлияли. Что обсуждали и за что голосовали депутаты, давайте узнаем. К сессионному залу нардепы шли уже сквозь митинг возле стен парламента. Зайдя в кулуары, избранники в первую очередь настаивали на выполнении требований протестующих. Но парламент живет по своему регламенту. Там сначала выступление с трибуны народных депутатов, а уже после рассмотрения запланированных законопроектов. Возле Рады стали громче заявлять о своих требованиях. Шахтеры и афганцы попытались прорваться внутрь. До афганцев и чернобыльцев использовали слезотечевый газ. Есть несколько людей утройных. Они сейчас получают первую помощь. Они просто в распаде. Они в распаде через то, что их не слышат, и поэтому они должны идти на кардинальные действия. Но вот выполнять требования протестующих, принять законы, выплатить задолженность в Раде не могут. Говорят, сначала Кабмин должен одобрить цифры. Это невозможно сделать. Одномоментно, я еще раз подкреслю, выплатить все, что сегодня уже есть боргом государства, невозможно. Это надзвичайно большие суммы. Это не может сделать никакой правительство. Нужно, еще раз скажу, договориться и принимать такую программу и реструктуровать по годам. И выплатить. Но там должна быть приоритетность. Кому в первую очередь? Тем временем, пока вернуть протестующим заработанные тысячи не могут, в Раде снова вспоминают премиальные миллионы, которые выплатили сотрудникам «Нафтогаза». Звертання до голови «Нафтогазу» Коболева. Вы получили 10 миллионов евро премии по стогонскому арбитражу, где мы досі не получили ни копейки. Больше того, решение стогонскому арбитражу прекращено. Пане Коболев, я требую от вас, от ваших посадков, повернуть 20 миллионов евро, которые вы уже получили по решению, которое еще не выполняется. Мы требуем сюда негайно на звезд Коболева и энергетический блок уряда с некоторых вопросов. Первое вопрос – это формирование тарифов на газ. Второе вопрос – это фактически те оборудования, которые происходят с необликованным газом после схемы так называемой субсидии для населения. А между требованиями звучат и призывы, но уже законодательные анонсируют, что четверг снова станет результативным. Будут голосовать за президентский законопроект о запуске антикоррупционного суда и, возможно, дойдут до законопроекта о нацбезопасности. Если перед этим нардепы разберутся, что в законе. Текст проекта до другого читания уже есть. Он возводен за участие представителей НАТО и Евросоюза. Коллеги, очень важно ухвалить этот закон до саммита НАТО, который будет в липень этого года. Этот документ, в частности, ставит працевое завдание на буття членства Украины в Европейском Союзе и в НАТО. Законопроект, который был подан президентом по нацбезопасности, писался с высокими эффективными НАТО. Писался по стандартам НАТО. В процессе обработки его между первым и другим читанием, закон видосменився в некоторых частях до невпознанности. Сейчас мы даже в сессийном зале пытаемся понять, где сравнительная таблица и где остальная редакция. На жаль, ее пока мы не видим. Там нет конкретных ответов. Это рамочный закон, который прописывает заявки и декларации. И не прописывает конкретных способов, как мы обеспечиваем, что наше войско, наши органы безопасности, дойдут до тех стандартов, которые мы декларуем при вступе в НАТО. Пока одни нардепы ищут окончательную версию законопроекта нацбезопасности, другие предлагают задуматься и об интимной жизни, но в законодательном уровне. В Радзе зарегистрировали документ, который запрещает публично демонстрировать сексуальную ориентацию. Мы очень толерантная нация. Будьте, каждый имеет право своего поведения, выражения или право на любви. Это их право. Будь ласка, ориентуйтесь, как хотите. Традиционно, нетрадиционно, повздовж, поперек, сверху, вниз. Это ваше право. Только не делайте это публично и на очах детей. Словесный шедевр в виде законодательного акта, заборона будь-яких проявов, будь-якої сексуальности, для меня была достаточно кумедной, смешной. Но я думаю, что сам автор не зрозумев, что он манал у вас. Что будь-яких проявий, будь-якой сексуальности. Это уже само по себе, ну, какой-то абсурдно звучит. И это все нардепы обсуждали под продолжающиеся протесты у стен парламента. В сессионном зале с утра был культурный день. Голосовали за закон о поддержке кинематографа и регулирование деятельности культурного фонда. Екатерина Лысенко, Ксения Барвиленко, Владимир Самченко и Евгений Камнинский. Подробности телеканал Интер. И еще одно решение депутатов. Снимать неприкосновенность с Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова пока не будут. Регламентный комитет парламента вернул спикеру представление. Причина в том, что нардепы не получили материалы ГПУ для ознакомления. Ранее, я напомню, та же участь постигла и представление на снятие неприкосновенности с депутата Сергея Дунаева. О том, что сейчас происходит возле стен парламента, мы узнаем у Данила Снисера. Он находится на месте. С нами на прямой связи. Даня, добрый вечер. Расскажи, разошлись ли митингующие и были ли еще столкновения с полицейскими? Добрый вечер, Наталья. В перерыве между заседаниями парламента площадь Конституции заметно опустела. Митинг возобновился уже во второй половине дня. Перед Верховной Радой вновь появились колонки и транспаранты. Начали сходиться участники этой акции протеста. Это представители профсоюзных организаций угольной промышленности и сами шахтеры. Их тут было не более 200 человек. Требования свои они не изменили. Главное, это полный расчет по зарплатам с работниками шахт. Все это время здания парламента продолжали охранять полицейские и нацгвардейцы. Никаких провокационных действий шахтеры не предпринимали. Так что митинг уже вечером завершился в довольно спокойной обстановке. Правда, участники акции протеста по домам не разъехались. Эту ночь они проведут в Киеве. А уже завтра утром намерены выйти с новым пикетом под стены профильного министерства топлива и энергетики. Наталья. Спасибо, Даня. Данил Снисер о сегодняшних митингах под парламентом. Госдолг Украины перевалил за 76 миллиардов долларов. Это около 83% от ВВП страны. Или почти по 2000 долларов на каждого украинца. В следующем году Украина должна выплатить 18 миллиардов долларов внешним кредиторам. Об этом во время заседания под комитетом ВРУ по вопросам госдолга и финансирования бюджета заявил его глава Сергей Рудок. Если деньги не найдут, государству придется объявить дефолт, либо снова брать в долг. Напомню, одно из главных условий для получения очередного транша МВФ – это создание высшего антикоррупционного суда и очередное повышение тарифов на газ для населения. Ключовыми будут вересень месяц этого года. Мы, принявши на минулому пленарному тижне базовый закон про антикоррупционный суд, очень близились до того, что нам МВФ даст сигнал, что все не так уже и плохо в Украине. На этом пленарном тижне сегодня президент внес законопроект про властное уже створение антикоррупционного суда. Если мы его в четверг проголосуем, на что мы очень надеемся, то это и будет тот сигнал. Украина за пять лет способна построить сильную экономику. Так ситуацию видит премьер-министр Владимир Гройсман. Об этом он заявил во время выступления на Украинском муниципальном форуме. По его словам, для этого необходим непостоянный диалог центра с властью на местах, а местная власть, в свою очередь, должна налаживать работу с общинами, не только во время избирательной кампании, а постоянно. Так как развитие регионов – это важный элемент развития государства. Сегодня вы имеете достаточно непоганые ресурсы, на мой взгляд, я говорю как специалист. И мы имеем также достаточно непоганую динамику взросления местных бюджетов. Понятно, что по всей территории страны нам нужно сделать одновременные условия, но очень важно, чтобы процесс добровольного объединения продолжал, чтобы громады стали самодостатными на базовом уровне. Это даст возможность получать новые финансовые ресурсы. На Донбассе сегодня ранили одного украинского военного. С начала суток боевики открывали огонь четыре раза возле Горловки, Донецка и Мариуполя. Стреляли из гранатомётов, пулемётов и стрелкового оружия. Все подробности от Геннадия Вивденко. Летать можно сюда. Крупнокалиберная работа. На соседней позиции противник открыл огонь, увидев, как с нашей стороны сооружают укрытие. Это кулемет с их стороны. Не дать хлопцам заниматься окопными работами и креплять позиции. Очень тяжелая земля. Каменьцы. Грум здесь особенно сложный. Вот такой каменистый сланец, камень. Вгрызаться здесь буквально в землю особенно тяжело. Это самая основная проблема сейчас украинских воинов здесь на Светлодарской дуге. Такой вот ландшафт местности под оккупированным Дебальцево. До него отсюда 15 километров. Почва – сплошной камень. Из него брустверит раншей. Им же и набивают мешки для прикрытия от пули осколков. Гомик, лопата и подрывы. Тоже делают и оккупанты с той стороны. Окопаются очень быстро. Очень быстро окопаются до нас. Может что-то готовят, я там не знаю. Но так-то провокации очень часто. Посланцевым траншеям приходится передвигаться с особой бдительностью. Быстро. И на присядке. Да пострелить постоянно был. То снайпер работает, тут недалеко. То СПГ прилетает. На неделю отратных трудов освобожден Ахмед из Судана. Он сегодня уезжает в отпуск в уже родную Полтаву. Там 10 лет назад женился на украинке. Двое детей, контрактник. Защищает новую родину в рядах вооруженных сил Украины. Знаю, что делаю. Какой выбор я выбираю. Для себя и для моей семьи. Защищать, конечно, их надо. И такая судьба нам. Воевать пока будет мир. Пока в фортификационных работах на этой позиции перерыв, солнце раскалило каменистую почву. Как в родном для Ахмеда Судане. Так что у парней на передовой есть время почистить оружие. Геннадий Вивденко, Дмитрий Раскольников, Анатолий Воробей. Подробности из Донецкой области. Звездные войны по версии Трампа. Американский президент поручил Пентагону немедленно начать формирование нового рода войск. Военно-космических сил. С кем намерены воевать и каким оружием, выяснял Дмитрий Анопченко. Для защиты Америки недостаточно просто присутствовать в космосе. Там нужно доминировать, сформулировал Дональд Трамп суть нововведений. Дескать, почему эти Штаты должны плестись за Пекином или Москвой? Когда я пришел, наши планы по космосу были не так хороши. Но сейчас все изменилось. Много оптимизма. Мы не хотим, чтобы Китай, Россия или другие страны вели нас. Мы всегда лидировали. Но теперь лидировать хотят еще и в военной сфере. В принятой при Трампе оборонной стратегии космос считают отдельной сферой боевых действий. А значит, помимо традиционных родов войск, тех же армии, авиации и флота, еще и космические силы нужны. По настоянию президента и еще одну правку внесли. О возможности ведения боевых действий на орбите. И технологии для этого уже существуют. Те же высокоточные лазеры или электромагнитные средства для ослепления спутников противника. По данным американской разведки, Китай глушилки для спутников полным ходом разрабатывает. И даже опытные образцы мог в космос выводить. Значит, и штатам пора действовать. В создании космических сил Соединенные Штаты пока что еще на самом первом этапе, пояснили репортерам в Белом доме. А в Пентагоне мне и вовсе сказали, ни штатного расписания, ни даже формы для нового рода войск пока что не придумали. Дело в том, что министр обороны генерал Мэттис был категорическим противником этой идеи. Публично заявлял, мол, нечего разводить бюрократию. Но сейчас есть четкий приказ главнокомандующего. И значит, его будут выполнять. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Утром митинг, вечером деньги. Активисты информационного портала СтопКоррупция зафиксировали, как оплачивают услуги группы поддержки арестованных супругов Сигалов. Вчера апелляционный суд Киева снизил сумму залога для них почти в 20 раз. Напомню, эту семью подозревают в организации преступной группы и нарушении экологических норм. Общий ущерб, нанесенный государству, оценивают почти в 250 миллионов гривен. Подробности далее. Вот так Рьяна в зале суда группа поддержки требовала свободы для Марины и Евгения Сигалов. А уже после заседания эти же люди собрались на улице вокруг женщины, у которой в руках хрустели купюры. Подкуп митингующих зафиксировал один из представителей общественной организации СтопКоррупции. В итоге супружеской паре, которую подозревают в ряде тяжких преступлений, суд существенно уменьшил сумму залога. С 90 и 84 миллионов гривен до 5. Это позволило им выйти на волю. Напомним, полторы недели назад владельцев птицефабрики в Гавриловке супругов Сигалов задержали правоохранителей. Их обвиняют в преступной деятельности, нарушении экологических норм, в частности создании куриного могильника в Киевской области, загрязнении окружающей среды и нанесению ущербу государства более чем на 200 миллионов гривен. За эти преступления обвиняемым грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. В Израиле громкий шпионский скандал. Бывшего министра и депутата Кнесета обвиняют в сотрудничестве с иранской разведкой. Все подробности знает Сергей Ауслендер. Карьера у Ганена Сегева была головокружительная, но в то же время и вполне типичная для Израиля. Отслужил в спецназе, выучился на врача, пошел в политику. Пост министра энергетики получил от премьера Ицхака Рабина за поддержку его инициатив по созданию палестинской автономии. Тогда Сегева впервые обвинили в предательстве. Я полагаю, что Рабин премьер-министр, и он подтвердил то, о чем мы говорили раньше, что мы не собираемся в будущем создавать палестинское государство. Дальше Сегев, что называется, покатился по наклонной. Сначала попался на мошенничестве со страховкой, отделался условным сроком. Потом его задержали при попытке провоза в страну крупной партией наркотиков, для чего он подделал дипломатический паспорт. В этот раз наказание было более суровым, пять лет лишения свободы и пожизненный запрет на работу врачом. Освободившись, он уехал за границу, жил в Нигерии, где на него и вышли сотрудники иранской разведки. По данным следствия, Сегев встречался со своими кураторами за границей, передавал им информацию, касающуюся энергетической безопасности Израиля и расположения военных объектов. В мае этого года он приехал в экваториальную Гвинею, где его уже ждал запрос об экстрадиции. Власти Гвинеи выдали бывшего министра Израилю. Бывшие политики, люди обиженные государством, выброшенные, арестованные. У них чувство обиды, чувство того, что их недооценили. Попытка доказать, нет, я все-таки что-то стою. И на этом очень часто играют разведки. Это гораздо больше, более эффективно, чем простой подкуп. Впрочем, учитывая прошлое экс-министра, простой подкуп тоже нельзя исключать. Израильское законодательство к предателям относится очень сурово. В случае, если обвинения докажут в суде, это пожизненное заключение. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. И набирает обороты шпионский скандал между Австрией и Германией. Берлин пообещал проверить информацию о слежке своих спецслужб за гражданами соседней страны. Ведь Вена все настойчивее требует объяснений. Кого прослушивали немцы и как теперь будут выкручиваться, узнаем от Татьяны Лагуновой. За друзьями не шпионят. Несколько лет назад этот укор Ангела Меркель адресовала тогдашнему американскому президенту Бараку Обаме. Дело было в разгар шпионского скандала между Европой и США. Тогда выяснилось, что Агентство национальной безопасности прослушивало европейских политиков. В том числе, якобы и саму Меркель. И вот теперь эту фразу укор повторяют австрийские политики в адрес Германии. Немецкие спецслужбы шпионили за австрийскими политиками, а также министерствами, посольствами и международными организациями, которые базируются в Вене. В частности, прослушивали телефонные разговоры и перехватывали электронную переписку. Информацию о слежке обнародовали австрийские журналисты, которые провели собственное расследование. Они же и назвали временной период с 1999 по 2006 годы. После публикации результатов этого расследования австрийское правительство собралось на экстренное заседание. А президент и канцлер страны на совместной пресс-конференции потребовали от Германии объяснений. Шпионаж между дружественными странами не только необычен или нежелателен. Он неприемлем, так как в итоге возникает вопрос о взаимном доверии между государствами. Чтобы прояснить ситуацию, мы должны получить полное разъяснение от властей Германии. Мы уже связались с властями Германии и хотим знать, кого мониторили, когда была завершена слежка и убедиться, что это произошло. И, конечно, хотим, чтобы все данные, если они сохранились, были уничтожены. Власти Германии пока не объяснились, по крайней мере, публично. Есть только короткий комментарий. Обвинения в шпионаже сейчас проверяет комитет Бундестага, который отвечает за контроль деятельности спецслужб. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В Черкассах льготники вышли на акцию против так называемой монетизации проезда. Участники АТО, афганцы, чернобыльцы и пенсионеры возмущены суммой компенсации. Областные депутаты посчитали, что 60 гривен вполне достаточно в месяц. Все подробности узнаем от Станислава Кухарчука. Общественным транспортом Сергею приходится пользоваться по меньшей мере. Дважды в день, из дома на работу и обратно. В район, где находится его фирма, троллейбусы не ходят. Добираться нужно на маршрутке. Сергей участник боевых действий, поэтому проезд для него пока бесплатный. Усвечения делаются. С 1 июля удостоверение УБД Сергею Диденко в транспорте больше не понадобится. Эту льготу монетизируют. Другими словами, выдадут деньги. После распоряжения Капмина депутаты Черкасского облсовета подсчитали. На проезд в общественном транспорте льготникам на месяц хватит 60 гривен. Мужчина констатирует, от таких улучшений его и без того скромный семейный бюджет только потеряет. Я посчитаю, мне только зависит на 8 суток, надо потратить 120 гривен. 180 гривен. А мне дают 60. 120 я буду платить из своего кармана. Монетизация коснется всех льготников без исключения. И речь идет не только о поездках по городу, но и по области. Компенсация в 60 гривен самая маленькая по сравнению с другими областями. Например, во Львовской это 135 гривен, в Закарпатской – 120. В Черкасском союзе воинов о той решение местных депутатов назвали абсурдным. Даже если ездить только в коммунальном транспорте, как рекомендовал Кабмин, 60 гривен не хватит. Они рассчитывают 2 гривен разовый проезд в день на 30 дней. Получается 60 гривен. Это тоже абсурдно, потому что если человек перемещается по месту Черкаса, не в зворотном направлении, из пункта А, из дома, например, туда, куда ему нужно, и назад до дома, то это уже получается 4 гривен. Сегодня возмущенные льготники пришли к обл. администрации с требованием пересмотреть условия монетизации. Чиновники уверяют, сумма приблизительная. Районные сельские и городские власти имеют право ее изменить. Это не догма. Еще раз скажу, что это тот разрыхунок, который на сегодняшний день мы выполнили, согласно постановке Кабинета Министров. И далее сами органы местного солидования могут принимать и тысячу гривен. Это их возможности, их бюджет. Уже на ближайшей сессии, 27 июня, областные депутаты будут рекомендовать местным властям пересмотреть сумму компенсации. А до того чиновники просят организации, которые занимаются льготниками, рассчитать реальную сумму. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы. Авария на железной дороге в Днепре. С рельсов сошел товарный поезд. В составе было 14 вагонов, в том числе две цистерны с дизельным топливом. Они перевернулись, но спасателям удалось быстро откачать горючее и не допустить возгорания. Железнодорожники говорят, что ЧП устроили охотники за металлом, которые сняли болты для крепления рельсов. И жалуются, что подобные случаи в последнее время участились. Бороться со злоумышленниками сами не могут. А обращения в полицию и СБУ результатов не дают, к сожалению. Неоднозначная ситуация, в которой оказались вкладчики российских банков, работающих в Украине, обрастает новыми деталями. После заявления зампреда НБУ Екатерины Рожковой о том, что все российские финучреждения в стране могут закрыться, подробности получили письмо от менеджмента проминвестбанка, в котором говорится, что это якобы неправда. Так что же происходит с банком, владельцы которого на днях заявили о том, что сокращают штат в два раза и увольняют 900 человек? Разбирались мои коллеги. Проминвестбанк просит подробности опровергнуть информацию о своем тяжелом финансовом положении. Об этом говорится в письме украинского топ-менеджмента российского банка, которое получила редакция. Отметим, что указ о продлении санкций против российских банков опубликован на сайте президента с подписью главы государства. А позицию НБУ о том, что российским банкам в Украине стоит закрыться, опубликовали десятки СМИ. В письме менеджеры банка, оказавшиеся из-за санкций в совсем нелегкой ситуации, заявляют о том, что они на их работу не повлияли и вкладчикам ничего не грозит. Однако цифры говорят о другом. Еще в 2015-м проминвестбанк, который принадлежит российскому ВЭБу, первым в Украине попал под санкции Вашингтона. В результате по итогам 2015 года его убытки составили 18 миллиардов гривен. Год спустя банк потерял еще 4 миллиарда. Спасли банк от банкротства тогда деньги НБУ. Там проминвесту выделили 712 миллионов гривен помощи из кармана украинцев. Однако это тоже не помогло. В письме от банка говорится о том, что в 2017 году чистый операционный доход проминвеста равнялся полутора миллиардам гривен. Но вот убытки банка по итогам того же года составили 7,5 миллиардов. Это данные НБУ. При этом каждый год проминвестбанк терял не только деньги, но и доверие украинцев. По данным СМИ, начиная с 14-го, клиенты забрали из банка 80% вкладов. О том, что подобные потери могут сулить вкладчикам финучреждения проблемы, уже не раз заявляли экономисты и финансисты. Ведь получить деньги от иностранных инвесторов банк не сможет из-за украинских и американских санкций. Российский собственник проминвеста ВЭП тем временем объявил о сокращении штата в два раза. Уволят 900 человек. Из-за санкций банк потерял уже десятки миллиардов. Еще в феврале там заявили, денег для своей украинской дочки нет. На чем теперь придется держаться топ-менеджерам проминвеста, которые уже четвертый год пытаются удержать на плаву банк, несмотря на санкции, неизвестно. Ведь НБУ вновь спасать банк станет вряд ли. И если топ-менеджеры проминвестбанка пока что, возможно, и сохранят свои зарплаты, то как это отразится на вкладчиках, которые до сих пор не забрали из банка деньги, пока остается лишь догадываться. Покупатель на убыточный банк, как заявили в НБУ, вряд ли найдется. Нацбанки ждут, что российские банки в Украине, в том числе и проминвест, закроются и сдадут лицензии. Успеют ли украинцы до этого вернуть свои вклады? Большой вопрос. Почти 500 миллиардов гривен на бумаге остались от лопнувших в Украине банков. В основном это просроченные кредиты. Напомню, за последние 4 года в стране обанкротились 90 финучреждений. Оказалось, что в реальности их активы стоят намного дешевле. Их продажей занимается фонд гарантирования вкладов. Кто и как возвращает украинцам деньги в нашем материале. Село Петровка неподалеку от Одессы. Улица Карла Маркса. В этих бумагах говорится, что здесь находится ценный капитал. Склады ГСМ, на которых должны находиться 49 тысяч тонн бензина марки А95 евро. Балансовой стоимостью 517 миллионов гривен. Однако вместо бензина пахнет липой. Ни бочек, ни цистерн. Только заросшее травой поле и разваленный сарай. Еще в далеком 2013 году под этот несуществующий бензин кто-то взял вполне существенный кредит в 645 миллионов гривен. Валерий уже 20 лет живет в доме напротив. Уверяет, бензина здесь не было никогда. Бумагами восхищается. Никогда здесь никаких предприятий. Все они убитые. И никто за ними не смотрит. Это просто тухта. Красиво сделано. За последние 4 года в стране лопнули 90 банков. От большинства остались лишь такие бумаги. Подтверждение выведенными в серую собственниками банков и связанными с ними лицами миллионом. Таких историй тысячи, говорят юристы. В ситуации, когда должники не рассчитываются с банками, они очень широко встречаются. Если должник никогда не планировал возвращать кредит, если он, например, предоставил банку поддельные документы, например, оценку этого имущества и тому подобные вещи, к иску о возврате денег и имущества может добавиться еще уголовная статья о мошенничестве, подделке документов. Пока государство пытается добиться правды в судах, реальные деньги украинцам возвращает фонд гарантирования вкладов. Всем клиентам неплатежеспособных банков здесь сразу же выплачивают гарантированную сумму в 200 тысяч гривен. С 2014-го таких выплат в фонде сделали уже на 90 миллиардов гривен. Чтобы свои деньги получили и те, кто хранил в банках больше гарантированной суммы, нужно, чтобы заемщики вернули кредиты. К большому сожалению, 95% до 100% кредитов перестают обслуживаться на протяжении первого месяца временной администрации и дальше мы имеем дело с проблемными кредитами, глубоко проблемными кредитами и один на один в войне с заемщиками за право вернуть те деньги банку, которые банк же когда-то выплачивал, выдавал в виде кредитов. В итоге приходится продавать те самые кредиты с залогами. Бензин, заводы, недвижимость. Часто даже там, где бумаги не липовые, сегодня цена активов оказывается в разы меньше. Поэтому, когда говорят о том, что в фонде гарантирования на балансе банков есть 500 миллиардов активов, по оценочной стоимости, которую делали субъекты независимой оценочной деятельности, это порядка 100 миллиардов, то на деле, по факту, когда мы выходим в рынок и продаем эти права требования, то есть возможность пойти и потребовать, стоимость оказывается существенно ниже даже оценки третьего лица. Но вот требования клиентов банков не уменьшаются. Чтобы продать активы банков как можно выгоднее и больше выплатить людям, здесь используют онлайн-аукционы, систему Прозора. Только на этой неделе на продажу выставили имущество на 19 миллиардов. Но свою окончательную оценку даст уже рынок. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров, подробности, телеканал Интер. Долги перед рабочими Николаевского судостроительного завода будут погашены до конца этого года. Об этом и заявил губернатор области Алексей Савченко. Сегодня он встречался с сотрудниками этого предприятия. Речь идет о 38 миллионах, которые накопились за 4 года. На прошлой неделе прошел первый платеж. Завод получил свыше 3 миллионов гривен. Этой суммы, по словам руководства, хватит, чтобы частично рассчитаться с сотрудниками. Следующие транши планируют направить на погашение долгов перед пенсионным фондом и теми, кто уже уволился с предприятия. Но люди не очень верят обещаниям с трибуны и требуют гарантий. За 4 года нам объясняли, что не могут ничего сделать с оборонпрома. А сейчас, когда прислали какую-то копейку, 3 миллиона, что такое 3 миллиона? На 500 человек. Вы говорите, что мы уже сдвинули этот камень. Июнь месяц 2018 года. За должность 14 года с ноября. Когда люди получат хоть какую-то копейку. Работники одного из крупнейших предприятий горно-металлургической отрасли Арцелор Миттл снова пикетировали окружной административный суд столицы. Сегодня здесь должно было состояться рассмотрение дела по иску завода к национальной службе посредничества и примирения. Но из-за отсутствия необходимых документов, которые истец затребовал не своевременно, заседание вновь перенесли. Представители профсоюза жалуются, что пока судебный процесс затягивается, работа предприятия парализована. Напомню, металлурги требуют от владельца повышения заработной платы. Мы не остановимся, пока не добьемся результата. Если вдруг нас кинет суд, если вдруг нас кинет Арцелор, миллиардер, мы будем готовы действовать так, как действовали наши братья профсоюзы в свое время. Брать в руки то, что нужно брать и защищать. Правильно, свою семью, свою зарплату и своих детей. Профсоюз сегодня объединен. Италия против ЕС. В ответ на заявление итальянского министра внутренних дел о высылке ромов в Еврокомиссии напомнили, что ни один гражданин ЕС не может быть выдворен из-за его этнического происхождения. Все детали знает Елена Абрамович. Выдворить ромов из страны новоназначенный министр внутренних дел Италии Матео Сальвини обещал еще во время предвыборной кампании. Якобы они не работают, а только воруют. Говорил и о других мигрантах. Обещал депортировать полмиллиона нелегалов. За работу взялся в первые дни вступления в должность. Сначала, на прошлой неделе, не пустил в порт корабли с африканскими беженцами. Теперь в интервью местному каналу заявил. Организует перепись ромов. И нелегалов выдворит. Иностранцев без документов мы депортируем с помощью соглашений с другими странами. Но вот ромов с итальянским гражданством придется оставить. В Италии по подсчетам правозащитников от 130 до 170 тысяч ромов. Половина из них имеет гражданство. Многие живут в трущобах и лагерях. Сальвини считает, что также нужны изменения в законодательство, чтобы забирать из семей детей, которые не учатся в школе. В Брюсселе такие планы комментируют неохотно. После расспросов журналистов в Еврокомиссии просто напомнили о принципах свободы передвижения в ЕС. Ни один гражданин ЕС не может быть выдворен из государства-члена на основании его этнического происхождения. Четыре года назад Италия уже подвергалась жесткой критике Брюсселя из-за изоляции рома в лагерях. Впрочем, похоже, новые власти не настроены останавливаться. Нелегалам пора паковать вещи, заявил Сальвини. Да и Брюсселю пока нечем ответить. Два года работы нового принципа распределения мигрантов не особо помогли разгрузить южные страны. Ведь восточное государство упорно отказывается принимать беженцев. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Какая из стран Большой Семерки первой легализует марихуану? Но зачем португальцы хотят повторно установить уродливый памятник? И сколько стоит треуголка Наполеона? Обо всем этом прямо сейчас. Нижняя палата парламента Канады поддержала законопроект о легализации марихуаны. Теперь документ рассмотрит Сенат. Однако отменить решение не имеет права. Только отсрочить. Далее проект закона должна утвердить генерал-губернатор Канады Жули Паэт. После окончательного утверждения Канада станет первой страной Большой Семерки, которая легализирует каннабис. Это было одним из предвыборных обещаний премьера Джастина Трюдо, который сознался, что курил марихуану 5-6 раз с друзьями. В Испании захоронят останки диктатора Франсиско Франко. Сейчас он находится в базилике мавзолейного комплекса «Долина Павших» в 50 километрах от Мадрида. Парламент Испании поддержал инициативу перенести останки еще в прошлом году. Однако предыдущая власть этого не сделала. Как заявила вице-премьер нового правительства Кармен Кальво, нынешняя власть хочет превратить мавзолей в место примирения. Искусство не может быть уродливым. Фанаты Криштиана Роналду требуют вернуть его ужасный памятник, установленный в аэропорту Мадейры в прошлом году. Тогда многие раскритиковали творения художника Мадериана Эммануэля Сантоса. Дескать, это пародия на футболиста, не имеющая с ним ничего общего. На днях памятник заменили на улучшенный вариант. Однако фаны Роналду подали онлайн-петицию с требованием вернуть оригинал. Мой первоначальный бюст уже стал достопримечательностью острова и не подлежит замене. Легендарную шляпу Наполеона продали за 325 тысяч долларов на аукционе во Франции. Головной убор был изрядно поношен, поэтому стартовая цена составляла всего 40 тысяч долларов. Именно в этой треуголке император проиграл решающую битву под Ватерлоу. После боя ее подобрал один из командиров войска антинаполеоновской коалиции. Так реликвия оказалась в руках коллекционеров. Это один из 19 головных уборов великого полководца, который сохранился до нашего времени. Египетская гробница из разноцветных бочек. Такая скульптура появилась посреди озера в лондонском Гайдпарке. Творцом 20-метровой инсталляции является известный американский художник Христо. Вся работа заняла два месяца. На создание гробницы ушло 7,5 тысяч бочек. Автор объясняет, что его творение абсолютно иррационально. Искать какое-либо значение в конструкции не стоит. Его главной целью было порадовать жителей британской столицы. Это все новости на сегодня. Нескучного вам вечера. И до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин